Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим стекло на iPad 4. Вот, будем устанавливать данное стекло. Для начала необходимо стекло разогреть. Мы вам покажем, как это разогревается феном. В сервис-центре мы разогреваем это в специальном аппарате. Но вот этот фен очень дешевый, который можно приобрести и заменить стекло в домашних условиях. У нас стекло уже нагрето, но мы вам покажем, как это делается. То есть вот так вот по обуду греется. Все. После чего необходимо демонтировать стекло из корпуса. Для этого берете лопатку, либо медиатор. И по краю отклеиваете стекло. Оно приклеено на двусторонний скотч. Отклеивается довольно-таки тяжело. Отклеиваем мы его. Нужно аккуратно отклеивать, чтобы стекло не потрескалось. Если вы будете сильно нажимать на стекло, оно лопнет. Необходимо потихонечку отклеивать его со всех сторон. Начинайте отклеивать с правой стороны. Так как с левой стороны находится шлейфа. Отклеиваем. У кнопки HOME глубоко. Не просовывайте лопатку, либо медиатор. Так как, чтобы не повредить шлейф кнопки HOME. Глубоко лопатку тоже не запихивайте нигде. Чтобы не повредить сам дисплей. Потому что если глубоко вы запихнете лопатку, можете надавить на дисплей, и он у вас лопнет. Сильно на лопатку тоже не давите. Так как тут находится шлейфа. Чтобы не пришлось лишние детали потом покупать. Если делать все аккуратно, то у вас никакая деталь не повредит. Потихонечку отклеиваем. С одной стороны уже отклеили. Все. Отклеили. Вот вы видите. Тут находится шлейф. Его отсоединяем. Это шлейф кнопки HOME. Сейчас откручиваем матрицу дисплея. Откручиваем. Откручиваем еще один вентиль. Всего четыре вентиль. Откручиваем. Теперь необходимо отсоединить сам экран. Вот отсоединяем сам экран. С ним будьте аккуратны. Чтобы его не повредить. Все откладываю, чтобы он нам не мешал. Теперь отсоединяем сенсор. Шлейф сенсора. Отсоединили. Отсоединяем кнопку HOME. Отсоединяем. Все. Мы демонтировали стекло. Теперь необходимо зачистить скотч по краям айпада. И убрать, демонтировать пластиковую рамку стекла. Лучше всегда при замене стекла менять и ставить новую пластиковую рамку. Так как на ней лежит часть стекла. И как правило, они повреждаются. Если установить новую рамку, то у вас не будет попадать пыль под стекло. Вот демонтировали эту рамку. Она пластиковая. И убираем скотч. Он убирается легко. Теперь необходимо установить все снятые детали со старого стекла на новое стекло. Для этого необходимо отклеить кнопку HOME. Аккуратно снимаем шлейф кнопки HOME. Сняли. Вытаскиваем пластиковую часть кнопки HOME. Выбираем все. Стекло старое убираем в сторону. Теперь необходимо зачистить скотч. Скотч необходимо убрать со всех краев корпуса. Убираем. После чего необходимо будет обезжирить поверхность. Мы перемотаем дальше видео вперед, чтобы не тратить на это время. Мы зачистили корпус. Теперь необходимо установить новую пластиковую рамку. Прикладываем рамку. Все. Теперь ее снимаем. Ее необходимо установить на корпус клеем B7000. То есть наносим небольшой слой по краю корпуса. Необходимо именно небольшой слой. Наносим по всей области, не прерываясь. Все. Нанесли. То есть необходимо, чтобы была непрерывная линия клея B7000. Это будет защищать от попадания пыли. И устанавливаем рамку. Данный клей вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Все. Устанавливаем рамку. Чтобы нигде не было зазора. Чтобы рамка сама лежала ровно. Никакой волны не было. Потому что если вы установите рамку неровно, то будет попадать пыль. Если вы, когда будете наносить клей, нанесете клей неровно, то тоже будет попадать пыль. Далее стекло будем устанавливать на двусторонний скотч. Для этого необходимо будет по всей поверхности, где прилегает стекло, установить скотч. Это двусторонний скотч. 3М. Он довольно-таки надежный. Устанавливаем по всей поверхности. Устанавливаем. На данном видео мы вам показываем, как в домашних условиях установить стекло на iPad 4. В сервис-центре мы применяем специальный клей-гель, не двусторонний скотч. И после чего опрессовываем. Так как в домашних условиях невозможно опрессовать iPad, вам лучше устанавливать двусторонний скотч, так как он не требует опрессовки. желательно использовать два вида двустороннего скотча. Один широкий, другой более узкий. Но можно использовать и один скотч. но вам его придется немного тогда обрезать. Это довольно-таки затруднительно. Устанавливайте скотч, как у нас указано это на видео. Чем больше будет прилегание стекла к скотчу, тем надежнее он будет сидеть. Обрезаем углы. Обрезаем. Тут вырезаем. так как тут винт с помощью которого прикручивается экран. Тут тоже обрезаем. Тоже необходимо вырезать отверстие для кнопки Home. И в этом углу обрезаем. Если вы будете покупать в нашем интернет-магазине запчасти для установки на свой аппарат, так как в iPad'ах есть небольшая сложность именно с опрессовкой, если у вас будет неплотное прилегание вашего стекла к аппарату, можете обратиться к нам в сервис-центр. Мы вам бесплатно опрессуем ваше стекло. Но это займет 4 часа. То есть вы можете установить самостоятельно стекло, принести нам аппарат, а мы опрессуем его. Так как на аппарате после опрессовки оно даже на двухстороннем скотче будет более надежно сидеть. Вырезаем фронтальную камеру. Все это делать аккуратно, не повреждая детали. Перезачищаем кнопку Home от скотча. Снимаем скотч. Делаем это аккуратно. И с другой стороны. Зачищаем. Также кнопку Home устанавливаем на двусторонний скотч. Берем новое стекло. шлейф сенсора. Это шлейф сенсора. Устанавливаем его в печатную плату. Подсоединяет. Разъем. Все подсоединили. Шлейф прокладываем. Берем дисплей. И устанавливаем. в корпус. Подключаем. Шлейф к печатной плате. Устанавливаем. Устанавливаем кнопку Home. Подсоединяем разъем к печатной плате. Делаем это аккуратно, чтобы ее не повредить. Подключили. Теперь устанавливаем экран в корпус. Устанавливаем. Теперь прикручиваем сам экран. Необходимо прикрутить 4 винтика. Прикручиваем. Прикручиваем. Дисплей устанавливаем в корпус. Устанавливаем корпусную кнопку Home. Стекло. Устанавливаем шлейф кнопки Home, снимаем скотч, то есть не снимаем скотч, скотч останется на кнопке Home, устанавливаем бумагу со скотча и устанавливаем кнопку Home, устанавливаем теперь необходимо зачистить дисплей от пыли, берем специальную тряпочку и удаляем пыль, экран должен быть идеально чистой и без пыли, теперь необходимо демонтировать бумагу со скотча, демонтируем, аккуратно поднимаем стекло, и демонтируем с левой стороны, будьте аккуратны, так как там находится шлейф, демонтируем, снимаем защитную пленку с внутренней части стекла, не забудьте ее снять, так как если вы забудете ее снять, вам придется заново отклеивать стекло от корпуса, необходимо сдуть всю пыль, чтобы не было пыли, и закрываем стекло, проверяем, чтобы там не было пыли, а если пыли нет, то приклеиваем стекло, у вас одна попытка, так как отклеить повторно будет довольно-таки затруднительно, укладываем шлейфа, не пережмите шлейфа, уложите их, смотрите правильно ли они лежат, приклеиваем стекло, приклеиваем, все, мы установили стекло, сенсорное, все работает, все, все работает, мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт, все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет магазине, продаем запчасти по всей России, либо обращайтесь в наш сервис центр, где мы устраним любую поломку профессионально, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok